привет 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 всем большой большой привет мы сегодня с мальчишками собрались погулять немножко поехать да поедем у нас там отреставрировали парк ремонтировали и короче хотим поехать погулять посмотреть что там сделали вот мальчишки возьмут гироскутер свой и машинку возьмут вот будут кататься и что еще в принципе дела мы сегодня все под нет не все надо еще будет сегодня кушать готовить вот а так димка у нас сегодня дров нарубил илюша носил да и так часы не взяла а кстати надо взять пакет гимна возьми пожалуйста пакет и что еще попылесосили они сегодня сами молодцы мои илюша да но ковер у нас что пылесос не пылесос все равно весь в пластилине или уж телефон берешь свой вот я правда сегодня промучилась с монтажом просидела надо программу устанавливать все-таки на компьютер покупать так у нас здесь бедлам вот как елку везли так оно и осталось никто ничего не чистил я не чистила саша не раскладывал точнее складывал на место так все надо конечно машину в химчистку вести и чистить салон полностью мой я хотела этим летом но что-то как-то не срослось поэтому надо уже дождаться весны о получилось дождаться весны и обязательно прям очень обязательно ехать и чистить салон так дима не надо становиться прям сзади меня еще шагну назад и наступлю на тебя или толкну тебя и упадем вместе так что ж такое шум не закрывается ой господи тяжесть какая у все защелкнулась так вот это теперь туда надо блин здесь еще запах остался так да нет сыра блин капец дим сядешь а это что за провода не да туда вот где туда дальше где сухо после кота нашего осталось и ничего я не знаю что с этим сделать так за ушел провод из-под ног у тебя дима так все можно ехать дима открывай багажник давай давай так куда отдали нам отходы опять для наших собак целый большой пакет всякой всячины буду кашу варить собакам добавлять шапка твоя у меня на переднем сиденье посмотри пожалуйста илья машина дтп 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 ой дтп слишком быстро ммм пойдем к илюша дим ммм 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 но вот эти по-моему были живородящими нет у меня есть энциклопедия надо почитать не классно сделали парк нам круто круто это же был дарин отзавр вот реставрировали илюша машина этот был илюха помощи и привет привет залез добрался оседлал но туда уже не лезь зай я же тебя не поймаю пойдем магазин сходим илюш пойдем где там димка ходит спроси у него пойдет он с нами давай слезай потихонечку сам спустит холодновато да поддувает да иди пойди возьми машину свою и диму позови спроси пойдет он с нам или будешь гулять с ним таким а то я просто илюша маленький я переживаю без присмотра оставлять один это вас годика выпускалась но я не считаю это нормальным жизнь я не считаю это тоже нормальным я еще снимаю я снимаю так илюха здесь илюша илья пойдет ну пойдем пойдем ну пойдем илюха бери машину поехали привет 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 еще раз мы уже с мальчиками приехали нагулялись я замерзла да вот у нас белье ну это как бы информация для новых подписчиков больше старые в курсе не пугайтесь что висит вот так белье везде развешано на дверях на шкафах это у нас так сохнет белье мы сушим живем на даче да если кто еще не понял вот спасибо за подписку мы живем на даче навеса у нас нет у нас есть теплица но дверь в теплицу сломана уже несколько лет саша это мой молодой человек ухажер ли ухажер сожритель в общем прошу его уже давно поремонтировать эту дверь и он все никак не сподобится не снизойдет никак к ремонту вот так в принципе я бы может быть летом я вешала у нас просто здесь в севастополе туман и роса и зимой и летом особенно летом и я иногда вешала в теплицу там не так садится туман вот я бы сейчас может быть сушила бы в теплице вещи но дверь сломана короче и закрыли кирпичами подперли отперла потому что подобрали собаку таксу джессику и она а у нас еще используется как сарай в теплице используется она вот а джесси таскает все вот все что может найти все таскает все грызет все рвет все ломает все портит вот поэтому теплицу я закрыла законопатила кирпичами заложила всю сушимся дома это по поводу вещей что хотела что хотела приехали мы домой уже я уже поставила стирку мальчики вон сели яиц нажарили себе сидят кушают смотрят youtube я сейчас нашла несколько старых рецептов буду мясо запекать я с вами поделюсь уже не знаю что готовить истекает фантазия плюс учета того что мы живем на дачах магазинов рядом нет нормальных с одной стороны только вчера об этом думала с одной стороны это плюс нет неконтролируемых расходов то есть нет с постоянного соблазна зайти в магазинчик мимо проходя и что-нибудь прикупить с одной стороны и продукты покупаются все ой и продукты покупаются по списку список составляется неделю-две ну вообще на самом деле мы в магазин заезжаем получается каждые ну два-три дня я конечно реже саша чаще мотается в магазин аккуратнее пожалуйста саша чаще мотается в магазин я иду по списку но и саша если едет магазин то я ему как бы подкидываю свой список частично я нажал на стрелке нет все нормально все нормально все стирать вот поэтому у нас как продукты покупаются ну основные основные нет прям вот таких больших расходов то есть покупаем овощи мясо и составляется список для приготовления вот то есть нет такого что ой забежала за сырочком ой забежала за булочкой такого нет вот есть список да и булочки уже покупаются и сырочек уже по ходу по пути в магазин я тебя поймала ладно будем готовить сейчас я мальчиков выгоню попросила же быстро покушать а а вы сидите забирайте свой телефон идите на диван садитесь а может так уж нет кушать надо быстро не покушать освободить не со что я готовить могла время то идет а я слоняюсь просто так они просто так стирку поставила и печку уже затопила мальчики дрова занесли вот но у меня что по плану готов приготовление пищи а потом хочу сесть и поштопать до часок релакса зашиваю перешиваю вещички ремонтирую в общем сижу отдыхаю с пользой так кто не в курсе у нас на кухне у нас и кухня и душевая два в одном у нас вот кабинка стоит за шторкой вот так такие условия конечно у меня мечта пристройку сделать отдельно сделать ванную комнату но поскольку у нас ремонт идет вот такими миллиметровыми шагами то не знаю чувствую не скоро это будет у меня на заднем фоне шумит стиральная машина ничего не могу с этим поделать поскольку нужно постирать пока есть вода теперь по поводу приготовления мы с вами сегодня будем готовить мясной рулет мясо как вы видели я уже отбила нарезала тонкие пластами и отбила но не факт что я буду использовать все мясо у меня килограмма наверное было но полтора-два примерно я точно не помню кусочек вы видели это было самое приличное что оставалось вечером в мясном ларьке была небольшая косточка я ее вырезала и вот то что осталось я нарезала отбила так нам с вами понадобится мясо вообще рекомендуют говядину но говядины у меня не было была свинина поэтому будем готовить свинины поскольку как бы ну я заранее не планировала до готовку из говядины и поэтому соответственно и никто не покупал покупая мясо мы в основном свинину курицу и покупаем но заранее как правило то есть на неделю на 2 набираем вот а если уже хочется говядины или чего-нибудь такого рыбы то то мы уже едем специально и покупаем уже отдельно и так нам понадобится полтора-два килограмма мяса в принципе как у нас и получилось но я думаю что нам этого будет много все-таки для этого количества мяса надо стакан зеленого горошка вот у меня консервированный баночка небольшая у меня принцесса вкуса 310 миллилитров вскрыла воду слила сок слила дальше нужно 150 грамм ветчины но у меня не было у меня есть бекон использую его у меня здесь пол упаковки ну грамм 250 есть тоже вряд ли я буду использовать весь наверное все таки половину скорее всего использую а дальше стакан риса отварила уже заранее промыла не масло ничего не добавляла просто отварной рис еще две луковицы заранее нарезала подготовила но не факт что опять же таки используем все три яйца но они у меня маленькие на всякий случай взяла еще одно что потом не бегать муки нам понадобится 1 столовая ложка и у нас санька покупал как-то вино и такое невкусное но но как раз красное сухое вскрыли попробовали закупорили поставили вот она без толку стояла и вот прямо сейчас как раз пригодилась стоит она у меня уже достаточно давно то есть пока я все это варила резала отбивала винцо стоит спирт выветривается то есть не пугайтесь что мясо будут употреблять дети и я надеюсь ну как вы понимаете что в процессе приготовления остатки спирта выветрится так и что еще нам нужно растительное масло соль и специи у меня в мельнице просто вот как бы тут все что хочешь все что было все что было здесь и черный горошек остался и вот эти белые штучки не знаю что это и кусочки лаврового леса это у меня была смесь специй для засолки томатов высыпала все сюда все что оставалось туда высыпала надо же как-то использовать так но в общем то в принципе из ингредиентов это все теперь готовим мясо мы разрезали на пласты отбили дальше конечно можно было бы отбить и потоньше но у меня уже просто не хватает сил рис отварили в подсоленной воде теперь нам нужно нарезать бекончик кусочками небольшими если ветчину купить эту кубиками небольшими кубиками и забыла сказать у меня еще остался маленький маленький кусочек вареной копченой курочки рулет куриный я его тоже использую бекон и рулет куриный я нарезала теперь разогреваем сковородку наливаю растительное масло и отправляю туда рис балык жарить мы не будем он уже готов к употреблению но если у вас будет ветчина то я надо ее нужно будет обжарить вместе с рисом и зеленым горошком и зеленый горошек я тоже забираю сковородку так куриный рулет я тоже обжарю вот его я обжарю так рис свою курочку по рецепту идет ветчина и горох я чуть-чуть чуть-чуть совсем посолила добавила специи можно просто перец молотый черный кому как нравится и сейчас минут семь нужно обжарить постоянно помешивайте не постоянно периодически помешивайте не прозевайте как я я вот чуть-чуть прозевала самую малость теперь берем яйца я все-таки решила использовать 3 яйца и пишу что нужно еще минут 10 постоянно помешивая обжаривать до тех пор пока не получится однородная обжаренная масса ну сейчас посмотрим что у нас получится ну вот то что получилось у меня не могу конечно назвать это прям уж однородной массой обжаривала я минут наверное тоже все минут 7 скорее всего примерно но не 10 это точно периодически помешивая и периодически накрывая крышкой вот до готовности яйца скажем так начинка получилось очень вкусно мне понравилось но здесь еще вкус дает вареная копченая курочка рулетик потому что он шел со специями с перчиком то есть такой вот привкус тоже от него идет так но в любом случае я думаю даже если будет ветчина будет не хуже получилось вкусно теперь наша с вами задача взять мясо и начинку но я хочу чтобы она немножечко остыла завернуть начинку в мясо завернуть и перерезать нитью я честно сказать готовлю по этому рецепту первый раз и даже не представляю что у меня из этого получится надо было конечно все таки прям отбивать отбивать так ну ладно сейчас посмотрим что из этого все таки выйдет и в рецепте не сказано как именно выложить мясо то ли выложить его комочком и завернуть то ли расстелить мясо распространить и расположить по периметру мясо прошу прощения начинку по всей площади мяса я решила все таки вот сделать вот таким образом разложить по всей площади мясо начинку и сейчас увидим что из этого выйдет кто любит экспериментировать с едой пишите в комментариях делитесь своими успешными или не успешными экспериментами можно рецептик черкануть за за одну слушайте прям страшно я не знаю что это будет ой мамочки ой мамочки да много начинки многовато так выпрыгивает наша начинка так как то так как то вот так и надо ниточку ниточку и завязать перевязать Silence big х th ты в в у меня получилось 4 рулета правда скажу я думала что будет проще в общем получилось да мясо было три куска самый длинный кусок я разрезала две части и в итоге получилось 4 вот таких рулета но в принципе они довольно симпатичны и я еще забыла бекон я забыла бекон ну да ладно семечек его уже оприходовал теперь берем лучок и его нужно спассировать к луку я еще хочу добавить чесночок вот люблю я люблю я чесночок люблю я всякие травки муравки заметьте всякими там галинобланками кубиками я не пользуюсь я именно люблю травки муравки и чеснок я нарезаю редко когда тур на торта в основном нарезаю на пубичке все чесночок отправляю чуть-чуть позже минут через две три отправлю к лучку смотрите лучок начал становиться прозрачным я добавила к нему чесночок теперь нужно выложить сюда рулеты и обжарить их вместе с луком не до готовности до золотистой корочки не представляю как я это сделаю но будем пробовать будем пробовать до сковорода у меня ай очень маленькая и я не знаю каким образом я сюда размещу видите вот уже нет не видно вам так да косяк серьезный причем не получится вероятнее всего не получится ну пока что как-то так в общем сейчас я обжарю хотя бы с двух сторон каждый рулет сейчас обжарится с одной стороны потом переверну обжарю со второй и потом будем перекладывать противень собственно говоря то что у меня получилось я уже не вижу смысла дальше их держать на сковороде вот видите их переворачивала рулетики вилочками аккуратно чтобы они по обжаривались нескольких сторон я просто побоялась что у меня лук погорик теперь мы рулет и выкладываем в противень лучок тоже сюда же выкладываем протвишок к мясу так жирочек сторонку нам не нужен я так думаю что слишком много жира тоже нехорошо потому что мясо еще выпустит свой сок должно во всяком случае или польем чуть-чуть как вы думаете давайте немножко польем так в промежуточках по краешкам по краешкам так и еще что нам нужно с вами сделать наше вино которое уже практически выветрилась так вина мы используем в рецепте не указывают сколько но часть вина должно уйти на приготовление винного соус слушайте что я делала на было мясо поливать так на мясо льем вино немножечко вот так ложкой наливаю и часть вина я оставлю для приготовления винного соуса но естественно винный соус для взрослых не для детей так чуть-чуть вот так вот смачиваем и ставим минуту на 40-50 пишут в рецепте в духовку и периодически будем поливать соком собственным будем периодически мясо поливать так ну что хватит нам винца вот тогда ну на винный соус я уже немножко добавлю из бутылки все хватит оставляю пол стаканчика чуть чуть меньше чем пол стаканчика для приготовления винного соуса но его будем готовить в конце когда уже запечется мясо то есть перед подачей и забыла сказать что пока у меня обжаривались рулеты я уже зажгла духовку и она уже нагрелась готова наше мяско я его уже вынула продержала его почти час на первый взгляд красиво если бы не одно но слегка подгорел лук я как всегда своем репертуаре но главное мясо не сожгла теперь давайте приготовим соус берем уже сковородку в которой жарили лук высыпаем ложку муки и надо перемешивать огонек у меня средненький чтобы не было комочков не знаю в рецепте написано так но честно говоря я не совсем понимаю что происходит вот ничего там не сказано по поводу сливания жира со сковороды ну в общем делаем как написано все равно комочки есть без комочков никак так теперь нужно сюда вылить ну я наверно немножечко поджарила не знаю я бы муку конечно насыпала сухую чистую сковороду чуть ее подзолотила но как обычно это делается вот и потом бы делала все остальное но в рецепте именно сделан акцент на то что муку нужно высыпать именно вот сейчас дословно прочту готовим винный соус сковороду где жарился лук добавляем муку и быстро перемешиваем чтобы не было комочков затем добавляем сковороду сок из формы рулета мы с вами выложили сок оставили сейчас на этот сок из формы в который запекался рулета добавим сюда так мук собственно говоря и все и теперь добавляем немного вина я добавлю четверть стакана так что из этого получится не знаю не знаю маловато я так думаю сейчас комом возьмется мука и все так ну что не вылью все я боюсь чтобы она сильно густой не стала он точнее соус так ну так в принципе вроде бы как ничего нормально чуть-чуть добавила газ сейчас маленечко булькает и выключаем так ну что я думаю хватит соусника у меня нет поэтому будем использовать прозрачную стеклянную красивую кружечку вместо соусника и предлагаю испробовать на самом деле пока я готовила рулет я уже успела сварить артек и пожарить куриные бедрышки и мужички мои поели и легли спать поэтому пробу мы будем снимать с вами этот без моих мужчин так насчет нитей не уверена на каком этапе их снимать давайте для начала попробуем просто разрезать и неправильно так лучше будет конечно нити лучше убрать перед нарезкой да со следующим рулетом именно так и стоит поступить нити надо будет перед нарезкой обязательно снять ну-ка мне честно я просто интересно вообще как оно получилось ну вы знаете выглядит симпатично и пахнет офигеть как вкусно так ну что сегодня ко мне прицепилось слово паразит так 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 целый вечер такая так вот мастерство подачи как видите у меня хромает и все испортила ну ладно вкусно вкусно но соус я не знаю слышно меня или нет соус фигня вино кислое вкусно но суховато и соус лучше какой-нибудь томатный вкусно к сожалению не могу уменьшить изображение а если уменьшаю то отключается подсветка вот без подсветки неудобно в общем наше мясо наше мясо поскольку оно получилось суховатым на мой вкус оно получилось суховатым все-таки его лучше было бы запечь в рукаве а потом рукав надрезать и чуть подрумянить но поскольку рецепт старый из старой вырезки то как бы раньше в рукавах и в фольге не запекали не было до такого в лучшем случае бумага для запитания вот а я что-то сама и не подумала поэтому я решила потушить вот просто сложу в казанок он у меня уже накалился я газ выключила я накалила казанок налила масличка чуть накалила нагрела вот и теперь я мясо переложу в казанок налью чуть-чуть и печеной воды и потушу на слабом огне а ниточки сниму а том вот посмотрите я уже за 15 минут примерно раза три перевернула на рулетики и вода уже наполовину испарилась не знаю но я наверное еще пару минут потушу так вроде бы мясо стало помягче надо еще немножко потушить приготовилась мяско да она стала мягенькая вот то что нужно или потушить или запекать в рукаве так нитки хочу вам сказать снимать то еще удовольствие в общем садимся завтракать теперь уже но вот так вообще симпатично и вкусно главное вкусно поэтому я этот рецепт оставляю себе в общем себе запишу буду готовить но уже буду готовить по-другому чуть-чуть с учетом проб и ошибок так что девочки берите на заметку рецепт классный приноровиться и тогда будет и быстро и не он в принципе несложный просто что первый раз поэтому такие затруднения вот так что вот так рецептом я довольна я себе его запишу запишу с учетом изменений скажем так вот корректировки и буду пользоваться